Всем привет! Сегодня у нас тестирование аккумуляторных ножниц компании Makita. Нам компания Makita предоставила компания Ecosity Garden Service с удовольствием на тестирование вот такой агрегат. Значит, Makita я еще ни разу не пользовался, в основном мы работаем с штилями. Вот, поэтому были в предвкушении, ждали у нас в Татарстане погода, когда она лается, для того, чтобы приступить к стрижке. Значит, у нас на тестировании вот такая модель. Это, значит, аккумуляторы-ножницы УХ-201 ДВА 200-мм. Значит, аккумуляторы-ножницы написаны для подравнивания кустарников, мощный 12-вольтовый двигатель, быстросъемные ножи, защитное покрытие, ножа обеспечивают длительный срок службы. Безинструментальная фиксация контейнера для веток на ноже, возможность установить длинную рукоятку. Все, сейчас мы приступим к тестированию вот на этих туях. Так, вот у нас туйки. И сейчас мы вот на них вот такие шарики поработаем. Такой вот сборник, так называемый. Так. Ну, кстати, довольно-таки легко работать, но вот сейчас пока вот первые прям ощущения очень приятные. Потому что для таких видов работ у меня есть штиль. Но вот это пока, так скажем, мне больше даже нравится. Ну, интересно, да. Работать легко, вес легкий. Ну, мне вот вес нравится. Вот, единственное, что вот эта штука, наверное, все-таки, она может даже никакой особо роли не выполнять такой прям существенной. Я вот сейчас ее сниму, попробую поработать без нее. Ну, мне кажется, никакой разницы я, по сути дела, там ощущать не буду. Так интересно. Ну, вот вес. Вес хороший, мне нравится. Для такого вот жала 200-миллиметрового. Ай, как я обожаю запах хвои. Вот это прям. Ну, им гораздо удобнее, например, работать, чем там, например, с кусторезом, там, ну, коротким. Я не знаю, там, длина 8-6 или там еще какая-то. Вот этот вообще очень интересный прям кусторезик такой. Вот. Единственное, что вот надо посмотреть, изучить, это совместимость аккумуляторов. Ну, важно же, если переходим на аккумуляторную технику, а мы, вот, например, в ECO City Garden Service вообще перешли на всю аккумуляторную технику. Бензин и все, что было, распродали уже. У нас бензиновой техники больше нет. Все на аккумуляторах, чтобы они были все совместимы. То есть это о чем говорит? У нас, например, аккумулятор от кусторезов подходит там к воздуходувке нашей и прочее. Там у нас на штанге есть кусторез, они все совместимы. Ну, хочу сказать, довольно-таки неплохо. Мне очень нравится. Интересно. В принципе, в принципе, из-за разряда такой техники здесь нет ничего такого, какого-то, я не знаю, там, сложного механизма. Все стандартно. Но важно, как в руке сидит. То есть мне, в принципе, вот как ТПРщику, мне очень важно, как этот инструмент сидит. По той причине, если он очень хорошо у меня ложится на руку, я могу с ним работать очень долго. Вот. Ну, не теряй концентрации. Это для меня очень важно, работать над деталями. Причем вот именно по этой ТУЕ, я думаю, что все-таки, все-таки мы придерживались такого плана, что если у нас какая-то идет тонкая работа по ТУЕ, вот как с этими шариками, мы грубую стрижку делаем вот подобными аппаратами, а уже какую-то корректирующими, это садовыми ножницами, ручным инструментом. То есть ручной инструмент, я думаю, что отметать в любом случае, ну, нельзя. Можно даже сейчас со стороны поснимать, вот просто как он стал. То есть грани его, правильно? Подальше чуть-чуть отойти и посмотреть, что вот. Ага. Насколько это возможно, подальше, да. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Давайте итоги подведем. В общем-то, вот такая работа получилась. Но это еще пока не работа. Еще стоит здесь чуть подработать. Также провести после стрижки обработку обязательно фунгицидом. Мы для этих целей используем топсин М. Вот. Значит, первое, что в руке сидит очень хорошо. Мне очень нравится. Прям вот, ну, отлично, да? То есть в руке сидит вес. Вес хороший. Сама длина сжала. Мне очень нравится такая. То есть и не маленькая, и не большая. И, ну, аккумулятор. Мы его, на самом деле, не подзаряжали. Он там был практически... А нет, он, на самом деле, был заряжен, да? То есть вот аккумулятор. Смущает только одно, да? Что когда горит красным, кажется, что он разряжен. На самом деле я привык к тому, что когда горит зеленое, вот это уже мне более так понятно. Вот. Естественно, я выясню это по поводу аккумуляторов. То есть к чему они еще подходят. Это очень важно, чтобы иметь одно зарядное устройство на все виды инструментов. Это раз. И второе, чтобы аккумуляторы были совместимы. Там с воздуходовкой, с другими аккумуляторными ножницами и прочее. Вот. Поэтому такая вот у нас сегодня произошло тестирование. Вот. Так что я думаю, что на первый этап... Ой, на первое знакомство я этому аппарату ставлю пять. Вот. Но, опять-таки, может оценочка уменьшаться, связанная с совместимостью аккумуляторов. Вот такое. Первого Макита. Ну, естественно, мы попробуем. Такое. Закупиться на следующий сезон. Очень важно. Это первое. Это все-таки сервисное обслуживание. То есть доступность его в Казани. Раз. И второе. Ну, как долго он прослужит нам. Какие минуса начнут в этот выскакивать. По той причине, что, например, если даже сравнить со штилем, в штиле, вот, после эксплуатации активной и, так скажем, агрессивной уже в этом году всей техники, что у нас есть аккумуляторная у нас в основном, у нас не было ни одной абсолютно проблемы. Вот. Но в тот же момент Макита – это тоже известный, так скажем, бренд. Многие, кстати, топиарщики, я смотрю, уже начали тестировать компанию Макита. Например, это в питомнике Неваки, где мы, это наши партнеры большие, мы там проходим обучение и закупаем садовые бонсайи и вообще учимся у данных мастеров. Уже у них есть определенные инструменты, они используют в своей практике по выращиванию растений, топиарных форм и садового бонса и компанию Макита. Ну, вот так вот сегодняшний наш обзорчик. Все. Всем спасибо.